Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем с вами очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 18 марта. Очень печальный день, к сожалению, это годовщина аннексии Крыма. Киевское время 19 часов. Но об этом мы сегодня еще поговорим в разделе военно-политической обстановки. А пока обсудим, какова же обстановка на линии фронта и на всех оперативных направлениях в Украине. Итак, противник нанес 34 авиационных удара. Из них, 11 из них, с применением беспилотных летательных аппаратов. Типа Шахет-136, иранских. 10 этих БПЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО. Но одно, к сожалению, попало в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них по населенному пункту, гигантская, Херсонской области. Обломками повреждены 7 частных домов и здания местного детского сада. Здесь также, к счастью, обошлось без жертв. Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. Но тревоги сегодня продолжаются целый день, в том числе и в Киеве. И у нас буквально недавно прозвучал отбой очередной воздушной тревоги. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших защитников отражено более 100 атак противника на указанных направлениях. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь. Однако без формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. На Купинском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Ключевое слово безуспешно. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. В Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Кардинальных изменений линии боевого соприкосновения или линии фронта на Бахмутском оперативном направлении за последние сутки нет. Нет, не зафиксировано. То есть линия фронта остается стабильной. В Бахмуте враг традиционно давит с трех сторон. С юга оккупантов есть частичный успех. Они немного продвинулись. Противник пытается подойти к Ивановскому, чтобы завязать бой в самом населенном пункте. Но успеха не имеет. В село его не пускают. Рашисты давят в сторону Богдановки, Григоровки, Орехово-Василовки и Привилегии. Бои продолжаются. По меньшей мере последнюю неделю происходит наращивание количества вражеских штурмов возле Спорного и Верхнекаменского. Это как раз то, о чем мы говорили с вами вчера и ранее. Что они подвозят личный состав. То есть они увеличивают присутствие резервов. Наращивают численность своих войск именно на Бахмутском направлении. Враг пытается не только создать условия для окружения Бахмута, но и улучшить свое тактическое положение для дальнейших боев за Северск, Славянск и Краматорск. Солидар стал по сути таким хабом для этой цели. В город прибывают новые отряды боевиков, чтобы дальше добираться до мест наступления на позиции сил обороны. То есть в Солидаре у них перевалочная база, куда стекаются резервы на Бахмутском направлении. Враг понимает, какие силы сейчас задействованы в Бахмуте, поэтому, чтобы не терять время, аккумулирует наступательный потенциал и в других местах. И как бы досадно это не было, но такая тактика, к сожалению, работает. То есть они нагоняют туда немеренное количество личного состава и потом этот личный состав просто протаптывает дорогу, укладывает ее, устилает своими телами, но тем не менее добивается частичного успеха в продвижении вглубь нашей территории. Так это работает и, к сожалению, они иногда имеют успех на отдельных участках оперативного направления. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия, изменений не зафиксировано. Многочисленным вражеским обстрелом подверглись районы 21 населенного пункта на вот этих трех направлениях. Запорожское и Херсонское направления. Здесь противник продолжал обороняться, одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Общее количество обстрелянных населенных пунктов на двух оперативных направлениях на сегодняшний день колеблется в районе 40 населенных пунктов. Вот такое количество обстреляли российские войска. Местные так называемые власти на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобильска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова, Нижнетеплого, которые имеют паспорта с надписями ЛНР и Российская Федерация. Таким образом оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в выше названных населенных пунктах. То есть фактически они под видом учений выгребают все, что есть мужское население для того, чтобы отправить на линию фронта. Это говорит, кстати, о том, что ресурсов они могут собрать все меньше и меньше на территории Российской Федерации. Там действительно захлестнула вот эта волна повесток, но успеха она большого не имеет на сегодняшний день. Между населенными пунктами Ишунь и Военко, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе. То есть гражданских заставляют бесплатно рыть окопы для российских войск. Авиация Сил Обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 6 авиационных ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средств ПВО. В общей сложности за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 880 российских захватчиков, уничтожили 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 14 беспилотников, оперативно-тактического уровня, 3 автомобиля и единицу специальной техники. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет-калибры, общий залп которых может составить до 20 ракет. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы с вами поговорим немного о военно-политической обстановке, которая сложилась в Украине и вокруг нашей страны. Приятно отметить, хорошие новости приходят из Германии. Там продолжается интенсивная подготовка украинских военнослужащих. Сейчас в центре внимания обучение на боевом танке «Леопард-2» и на БМП «Мардер». Немецкие инструкторы проводят обучение. Это основной и на сегодняшний день самый главный вид обучения, которое проходят наши военнослужащие. Кроме того, наши воины проходят обучение на системах «Марс-2», «Панцерхаубец-2000», «Патриот» и «Ирис-Т». «Марс-2» сразу напомню вам, это МЛРС М270 только в немецком исполнении. То есть производство Германии. А так это полный ее аналог. Ну все остальное вы знаете. «Панцерхаубец-2000», всем нам знакомая, мы ее наизусть уже знаем, самоходка. «Патриот» тоже и «Ирис-Т». Это те системы, которые у нас сегодня работают. Очень интересная информация появилась от Офиса Генерального прокурора Украины. Не только Международный уголовный суд возбуждает уголовные дела и выписывает ордеры на арест даже высокопоставленных. Кстати, Путин не первый, это уже третий. Глава государства, на которого выписан ордер, один сидит, не помню, это африканский, по-моему, Судана диктатор. Второй это Муаммар Каддафи его убили. И третий это Путин. Ну, как раз его компания. И Офис Генерального прокурора Украины в суд направил обвинительный акт в отношении командующего центральным военным округом страны, агрессора Российской Федерации, по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Планирование, подготовки, развязывание и ведение агрессивной войны. Согласно статье Уголовного кодекса Украины, перечисляется. Так вот, расследованием установлено, что генерал-полковник Вооруженных сил Российской Федерации, возглавляя российскую группировку «Центр», непосредственно участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию Украины. Я так понимаю, мы можем, пока не называется в открытом офисе Генеральной прокуратуры фамилия, но мы можем предположить, открыв Википедию, зная, что в этот период командующим Центрального военного округа и командующим группировки армии «Центр» был генерал-полковник Лапин. Так что, привет вам, товарищ генерал, и совсем не товарищ, точнее, генерал-полковник. Дело передается в суд, и я думаю, что суд, рассмотрев его, вынесет соответствующий приговор. И тогда мы, через международные правоохранительные органы типа «Интерпола», будем требовать выдачи и ареста данного генерал-полковника. Это начало. Начало большого пути. Первый протарил эту дорожку, я думаю, Путин. Как бы там ни смеялись, как бы там ни похвалились сторонники Путина, что да нам наплевать. Я читал комментарии, нам наплевать, этот суд не имеет никакой силы. Очень даже имеет. Очень. Особенно реакция международных лидеров. Тот же Олаф Шольц сказал, что никто не может быть выше закона. И поддержал ордер на арест Путина, выписанный Международным уголовным судом. До этого высказался Джо Байден, который тоже приветствовал такое решение Международного уголовного суда. Так что это только начало. Это Демарш. Который цивилизованный мир показывает, демонстрирует Российской Федерации, что они страна-изгой. Они одни против всего цивилизованного мира. Очень интересно. Кстати, уже мы неоднократно говорили по поводу... Посмотрим визит. Как пройдет визит китайского лидера в Москву. И пройдет ли он вообще. Я, конечно, не надеюсь на какие-то там прорывы в плане совести и правовых шагов. Правильно правовых шагов со стороны Си Цзепина. Почему? Потому что он такой же диктатор, как и Путин. Они две страны с тоталитарным образом правления. И ждать там какого-то прорыва не стоит. Ну а для генерала Лапина скажу так, что... Пакуйте чемодан. Рано или поздно вас все равно выдадут. Никуда вы не денетесь. После подписания капитуляции, после нашей победы, основных, может быть не всех 100% военных преступников, но основных, вот таких как командующими группами армий, которые вторгались, которые здесь совершали военные преступления и чинили бесчинство на нашей территории. Вот их выдадут. 100%. Это, как правило, так бывает. Среднее и высшее звено, оно отвечает. А те, кто подвинут Путина с его должности, они же вас и выдадут. Для того, чтобы загладить, хотя бы первично загладить вину и проложить, так сказать, точнее создать основу для переговорного процесса и дальнейшего урегулирования ситуации вокруг дальнейших действий и существования самого государства Российской Федерации. Далее, президент Турции Таип Реджепардаган заявил, что Турция ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Это подтверждено. С понедельника Турция проголосует и фактически может считать, что Финляндия станет членом НАТО. Со Швецией там отдельный вопрос. Но это не уже Швеция, это, на мой взгляд, второстепенно. Главное, что Финляндию приняли. Швеция, она является внутренним государством скандинавского материка. Точнее, я говорю, материка. Скандинавии. И у нее нет границы с Российской Федерацией. А вот Финляндия тысяча километров границы с Российской Федерацией. И теперь это граница НАТО и России. И, соответственно, поверьте, уже в штаб-квартире НАТО написан план усиления этой границы. Там будет размещено системы противоракетной обороны. Особенно оповещение. Почему? Потому что оттуда очень хорошо просматривается Санкт-Петербург, вся Ленинградская область и там же Москва, недалеко. Сколько там? 600 километров от Петербурга до Москвы. Там же будут размещены, возможно, будут размещены и ракеты. Те же томогавки с дальностью пуска 2500. Сейчас Соединенные Штаты интенсивно стараются адаптировать Томогавк к наземному базированию. Он есть морского базирования, есть воздушного базирования. Так вот они... А так как договор РСМД прекратил свое существование, а не распространение ракет средней и малой дальности, а Томогавк это средняя дальность 2500 километров. Так что его сейчас очень быстро адаптируют для пусков с земли. И, соответственно, они там будут размещены. 600 километров от финской границы подлетное время Томогавка будет минимальное. С учетом того, что система ПВО страны, Российская Федерация, оказалась просто решетом и фактически не способна сегодня защищать небо России, иначе бы не было вот этого ажиотажа в развертывании средств ПВО сухопутных войск для того, чтобы прикрыть основные объекты инфраструктуры и основные города. Москву и ее окрестности. Если бы была надежная система ПВО или ПРО страны, ее нет. Поэтому вот такой вот подарок получает Российская Федерация. Называется «За что боролись, на то и напоролись». Хотели отодвинуть границы НАТО, в результате получили плюс 1000 километров границы НАТО. Вот вам ответ. А потом, а мы еще будем партнерами, а мы еще, поверьте, базы разместим на своей территории. Для того, чтобы обеспечить себе коллективную безопасность. Ну и сегодня будет короткая военно-политическая обстановка, так как новостей особо нету, но есть вот такая на посошок, вишенка на торте, печальная новость. Путин решился на посещение Крыма. И сегодня он приехал в годовщину аннексии Крыма. 18 марта 2014 года был аннексирован Крым. Российской Федерации с помощью так называемых «зеленых человечков», которые потом, как признал сам Путин, были военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации. То есть был совершен акт агрессии по отчуждению, по захвату чужих территорий. Кстати, это еще добавляет в копилку уголовного международного суда еще один минус Путину в том, что он посетил незаконно аннексированные территории. Это будет являться усугубляющим обстоятельством в ходе рассмотрения или слушания уголовного дела по факту военного преступления, совершенного Путиным в отношении детей Украины. Ну что ж, вот такие военные и военно-политические новости произошли в нашей стране и вокруг нее. На этом мы первый раздел нашего видео закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас, кто еще не подписан, есть время подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о появлении новых видео на моем канале, и вы их смотрели в оригинале. Также, поставьте, приглашаю поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответами на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Доброе утро! Актуален ли сейчас американский бомбардировщик Б-2 и прочие схожие крутые, если использовать его именно для ковровых бомбардировок? Достанет ли до него ПВО или он недосягаемо высоко? А то ведь Россия не может делать ковровые бомбардировки именно из-за ПВО. Но может, вовсе такой тип воздушной атаки теперь невозможен. А то Б-2 уже больно брутальный. Было бы круто. Но смотрите, дело в том, что сегодня ковровые бомбардировки невозможны. Даже с помощью Б-2 или Б-52. Не важно, какой бомбардировщик. И Россия их не делает именно из-за того, что есть ПВО. Единственные стратегии могут быть применены для пуска крылатых ракет воздушного базирования. Вот то, что делает Российская Федерация. Смотрите, как они... Они даже, чтобы не подвергать воздействию, вероятному воздействию наших систем ПВО, они перегнали... Точнее, они делают пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков. Ну, типа Ту-95. Кстати, Ту-160 ни разу не использовалось. Они взлетали пару раз. И один раз даже недавно. Но ни разу не использовались для пусков крылатых ракет воздушного базирования. Только Ту-95 использовались. Вот. И вот так вот, да, можно использовать стратегические бомбардировщики. То есть, дистанционное воздействие из безопасной зоны. Там, где ПВО противника достать тебя не может. То есть, вот, наше ПВО не достает акваторию Каспийского моря для того, чтобы уничтожить или сбить стратегические бомбардировщики типа Ту-95 над Каспийским морем, которые производят пуски крылатых ракет по нашей территории. Здравствуйте. Не могли бы Вы объяснить, чем отличаются самолеты МИГ и СУ? А также, какой из них лучше? Смотрите. Ну, отличаются они, первое, отличаются размерами и весом. МИГ намного легче и меньше. Сушка, она больше и тяжелее. Но, если конструктивно сравнивать, то, скажу так, МИГи, конечно, более устаревшие машины. Они менее были модернизированы в Российской Федерации. И МИГ, он более, ну, будем так говорить, ручной самолет. То есть, у него прямой привод от рукоятки управления к элеронам, там, к закрылкам и прочему. С усилителями, конечно же. У него, у МИГа 29-го приборная доска в основном вся стрелочная. То есть, приборы старого типа, они цифровые. Сушка, она более современная. Она, у нее больше электроники. Она автоматическая. И, соответственно, имеется в виду система управления непрямой передачи тяговых усилий от ручки управления к элементам фюзеляжа, который управляет машиной. Ну, и, соответственно, по тактико-техническим характеристикам, сушка будет помощнее, чем МИГ. И поэтому, вот, можно сказать так, МИГ более механический самолет, а сушка, она более электронный самолет. Вот, вот, в этом, как бы, основное отличие этих двух самолетов. И МИГ, он более старый, он меньше модернизировал, сушка, она более современная. Особенно, ну, самое последнее, это Су-35. Я не беру Су-57, я постоянно об этом говорю. Су-57 это Су-35 в новом корпусе, в новом фюзеляже. Вот так будет правильнее сказать. Там все системы перенесены с Су-35. Может быть, там что-то где-то улучшили, доработали, как всегда, докрутили до это. Как вот танк Т-90, прорыв оказался, что оказался не конструктивно отличающийся от предшественников, а максимально, он представляет собой машину, боевую машину, из которой максимально выжили возможности модернизации. Вот так оценили конструкторы танк Т-90М, прорыв. Вот, вот так же и здесь. Су-35 это максимальная модернизация, на которую способна сегодня Российская Федерация. Он более современный, а МИГ более старый, больше механики, меньше модернизации, стрелочные приборы и так далее. Ну и Сушка, она покрупнее и помощнее, МИГ помельче и послабее. Вот так можно охарактеризовать, чем отличие. Лучше, конечно же, Сушка. Она более современная. Ну, я скажу так, нашим Стингерам все равно, что Сушка, что МИГ сбиваются одинаково. Западные партнеры надают нам летаки, вертолеты, радянского вырубництва. Что с ними будет после войны? Куповать запчастины где будем? Ну, скажу так, что, скорее всего, если они доживут до конца войны, давайте начнем с этого. Почему? Потому что износ техники идет колоссальный. Война, она, как бы, процесс обоюдный, поэтому потери мы тоже несем. И если они доживут до конца войны, я думаю, что вполне возможно, оставшиеся машины будут сведены в одну эскадрилью или в несколько эскадрильей. Все зависит от их. И они дослужат свой срок. Либо они будут просто эксплуатироваться в ожидании перевооружения. Никто их модернизировать не будет. Сразу говорю, запчасти вряд ли мы будем закупать, потому что ситуация, скорее всего, после войны будет очень медленно урегулироваться. И возрождать военно-промышленный комплекс России никто не собирается. Поэтому они будут потихонечку добывать свой срок в составе вооруженных, воздушных сил, вооруженных сил Украины. И по мере реализации программы модернизации и перевооружения нашей армии, они будут выводиться из боевого состава. Может, мы их кому-то продадим. Может, кому-то еще они пригодятся и послужат свою боевую службу. Но в любом случае они будут меняться. Рано или поздно они будут меняться. Из тех, которые, еще раз повторюсь, останутся целыми после окончания, после нашей победы в этой войне. У меня есть вопрос к вам. По оставшейся под оккупацией расшистов территории Николаевской области, насколько сложно выдавить врага из Кенбургской косы? Или хотя бы приостановить все ведущие туда логистические потоки, чтобы весь этот идиотский казачий корпус, который там засел с голодухи и без БК совершил бы очередной акт доброй воли. Заранее благодарю. Слава Украине! Живе Беларусь! Но скажу так, что очень сложно, потому что кроме артиллерии больше сюда ничего не достает. Полностью перекрыть огневым... Мы держим под огневым контролем, периодически наносим огневые удары по расположению российских войск на Кенбургской косе, но и даже в начале, в самом начале после освобождения правобережной части Херсонской области предпринимались попытки высадки десанта на косу и ее освобождение для того, чтобы там закрепиться. Но, к сожалению, они не увенчались успехом. Российская Федерация приняла все методы, меры для того, чтобы постараться удержать эту косу. И да, с этой косы ведутся... Сначала велись пуски шахедов, пока мы там их не накрыли, ну а сейчас ведутся обстрелы прилегающих территорий. Это у нас Херсон, это Очаков, оттуда достают, к сожалению. Так что на пока это физически невозможно. У меня к вам вопрос. Скажите, что вы думаете о том, чтобы перевооружить вооруженные силы Украины после нашей победы в плане автоматов, а к перейти на М4 или М16. Станет ли наша армия более сильной за счет такого решения? Ну, я скажу так, она станет более независимой. Скорее всего, мы 100% перейдем, откажемся от Калашниковых и перейдем... Опять же, боеприпасы расходуются. Производство, правда, есть в некоторых странах, но в принципе поменять технологию под другой патрон это вообще не проблема. Тем более, что у нас уже есть еще до войны, у нас до массированного вторжения российских войск, у нас было налажено частные производители, начали производство стрелкового оружия западных образцов. Я имею ввиду фирму Форд. Там они купили патент технологический и производили пистолеты, автоматы и боеприпасы к ним. Я думаю, что после войны это все возродится. Ну а мы будем переходить на натовский патрон, на единый стандарт и, естественно, мы будем выбирать какое-то стрелковое оружие западного образца. Может быть, будем развивать свое. Может быть, купим у кого-то из стран, которые его производят. Но лучше развивать свое. Видите, мы на этом уже... Мы уже убедились с вами 100% в том, что своя рубашка ближе к телу. Чтобы потом не бегать с протянутой рукой и не просить дайте нам патроны, надо начинать с патронного завода и с завода по производству стрелкового вооружения. Ну а дальше посмотрим, как оно пойдет. Вопрос. Почему западные партнеры только сейчас начинают решать вопрос боеприпасов для вооруженных сил Украины? Почему производство боеприпасов не было налажено западными партнерами еще в начале войны? Потому что никто не ожидал, что война примет такие масштабы. Вот и все. Это ответ на ваш вопрос. Западные партнеры на минуточку, давайте вспомним первую неделю войны. Западные партнеры сидели, затаив дыхание четыре дня и ждали, падет Киев или не падет Киев. И когда Киев не пал, начали думать, что делать с этой войной. А когда война начала разгораться, и мы начали в первые недели этой войны громить российские войска, довольно успешно громить, наносить контрудары на различных оперативных направлениях, тогда стал вопрос, что может быть все-таки помочь Украине. И вспомните, когда первый Рамштайн был аж в апреле месяце. В апреле, когда мы уже начали, когда мы уже практически начали возрождать свою систему противовоздушной обороны, начали сбивать российские самолеты на территории Украины, в нашем небе. И вот тогда уже начали думать, что да, надо бы помочь Украине, Украина может выстоять в этой войне. Но по мере развития этой военной кампании, масштабы этой войны увеличивались. Расход боеприпасов увеличивался. И соответственно вопрос, сначала они нам давали, дали артиллерию, потом к ней боеприпасы, а когда темпы поставок возросли до миллионных объемов, когда уже начали не сотнями тысяч, а миллионами штук, вот тогда и стал вопрос, а что же делать? И вспомните, сколько раскачивалось военно-промышленный комплекс наших западных партнеров, очень долго раскачивалось. Вот поэтому они не надеялись, что мы еще будем живы через неделю после начала этого вторжения со стороны России. Поэтому очень поздно спохватились. За последнюю неделю мы наблюдаем ежедневные результаты по уничтожению вражеского ПВО. Каждый день по одной, две, даже три штуки за сутки. Для нас, жителей Запорожья, это бальзам на душу. Раньше таких результатов не было. Так работают авиационные ракеты, переданные Англией, и много ли еще на нашей территории установок ПВО противника. Спасибо за ответ. Александр Запорожья. Скажу так, что установок еще очень много. Ну, примерно, смотрите, комплексов С-300 515 комплексов числилось на 2021 год. Из них большая часть в Украине. Большая часть. Сейчас сюда, ну, правда, уже запасы сильно таят. Часть комплексов они оттянули на защиту той же Москвы и других крупных городов на приграничные областя. Они уже добрались, Россия добралась уже до Арктики. И мы уже видели здесь ТОР-2М модернизированный арктический вариант. То есть, из Арктики вы вытащили уже дивизионы ТОРа. И уже, кстати, есть даже подбитые, уничтоженные ТОРы именно арктического исполнения. То есть, северный вариант. К сожалению, их очень много еще. Очень. Но, тем не менее, мы на правильном пути. И да, так работают. Не только ракеты ХАРМ работают противорадиолокационные. Так работает наша разведка и так работает наша артиллерия. Потому что часть вот этих систем ПВО уничтожает не только авиация, а примерно 50 на 50. Уничтожает артиллерия высокоточными боеприпасами. Я напомню, что Эскалибур летит на 70 с лишним километров и с точностью 1 метр попадает. Поэтому, если стрельба Эскалибуром, то, естественно, пусковая установка в Дребенске. кстати, я так понимаю, разведка начинает уже работать чуть ли не в режиме онлайн. В том плане, что мы успеваем поймать на боевых позициях или в районах заряжания вот эти комплекса С-300 или другие системы. Только она развернулась, ее засекают и сразу же туда прилетают. Так что боремся пока что. Доброго вечера. Пояснить, будь ласка, какие боеприпасы зныщают на полигонах? Чему их не можно выкористовывать и на нашу корость напрыхать противотанков и пехотни мины? Дело в том, что все что можно использовать это на полигонах уничтожается то, что сегодня разминируется, то, что сегодня собирают на освобожденных территориях. Вот это рвут и каждый день рвут. Количество боеприпасов огромное, количество минных полей просто огромное. Россия тут не жалела ничего, они расставляли минные поля просто гектарами. Гектарами. Все, что можно... Дело в том, что, допустим, мины, когда ставятся, то часть мин ставится на неизвлекаемость. Есть такой вид постановки мины, когда ее нельзя извлечь. Ее можно разрядить только методом подрыва. Для этого используются либо детонаторы дистанционного управления, либо элементарно используется кошка. Знаете, такой тройной крюк на веревке, который цепляется за мину, отходя на метров пятьдесят длина веревки и просто мину сдергивают с места. И она за счет того, что она стоит в режиме неизвлекаемости, она подрывается. Вот таким вот образом. Если ее можно извлечь, то естественно ее разряжают и уничтожают на полигоне. Если ее можно использовать повторно, допустим, она не имеет механических повреждений, взрыватель целый и невредимый, то тогда она передается в инженерном подразделении или нашим подразделениям на линии фронта. Поверьте, все, что можно использовать повторно, все используется. Особенно те же боеприпасы, когда наши войска захватывают позиции россиян, то все боеприпасы, которые там есть, проходят освидетельствование про контрольный отстрел и все применяется в дело. Ничего не упускается, ничего не выбрасывается. А то, что нельзя уже повторно использовать, естественно, оно подрывается. Вот это вот эти противотанковые, противопехотные мины, они, к сожалению, в большинстве своем, либо непригодны к вторичному использованию после разминирования или обезвреживания, правильно так сказать, либо они стоят на неизвлекаемости и тогда их ликвидируют только путем подрыва. Как в дальнейшем Харькову и области обеспечить себя от ударов ракет С-300? Сейчас это невозможно. Будут ли по вашему мнению в будущем какие-то системы вооружения, чтобы обеспечить нашу безопасность? Знаю, что все надоели этим вопросом, но может быть что-то есть новое? Спасибо большое. К сожалению, нового ничего нет. Две системы, которые могут вам помочь. Патриот, который идет в Украину, и я уже говорил об этом, что вполне возможно, что будет принято решение один из комплексов поставить именно в Харькове ввиду его близости к государственной границы и ввиду того, что Россия может так безнаказанно и они систематически обстреливают город. Может быть. Это решение будет нашего военного или политического руководства. Трудно спрогнозировать, какое оно будет. Может помочь вам система типа железный купол. Может. Но у нас ее нет. А в будущем я думаю, что мы будем создавать... У нас хорошая школа в радиоэлектронике, конструкторская школа. Мы можем создать радиолокационную станцию. Ну и думаю, что наши вооруженцы, сбройеры, сбройеры смогут что-то придумать типа системы ПВО, которая будет перехватывать в том числе и такие ракеты и как бы сверхзвуковые ракеты комплексов типа С-300 или С-400. Так что перспектива есть уже сейчас с приходом комплекса Патриот получи усилить безопасность города Харькова. Ну а на перспективу я сказал либо собственная разработка, либо покупка уже имеющихся систем у тех, кто их сегодня эксплуатирует. Вчера пізно вечером была черговая атака шахедов, которые уже не вперше летали досить низко проблематично для противоповетряной обороны. Тому он возвращался там по-моему не то самолет поврежден был, не то какая-то была проблема с самолетом. Но тем не менее он выполнил боевую задачу. Самолеты могут сбивать шахеды. Вертолеты нет. У них нет такой мощной бортовой радиолокационной станции, которая бы видела эти шахеды. А так авиация может истребители они работают в режиме перехватчиков и могут помогать сбивать эти шахеды. Единственное что надо определиться понимаете когда используются истребители для сбития шахедов то проблематично использовать системы ПВО. особенно зенитные системы пулеметы пушки зенитные и так далее чтобы не попасть в свою в свою авиацию которая может тоже их сбивать. Здравствуйте по поводу инвестиций китайских в Крым в 2013 году вы ошиблись сказав что хотели инвестировать в морской порт в Ялте не в Ялте а на Донузлаве это за Евпаторией в районе озера Донузлав в Ялте порт строить нет смысла очень гористый рельеф большая скученность и плотность застройки и самое главное отсутствие подъездных железнодорожных путей автотранспорт не актуален для серьезных грузоперевозок ну тут вопрос не принципиальный вопрос я сказал что в районе Ялты якобы должны были китайцы хотели построить порт неважно вот вы написали что в районе Донузлава это будем считать версия номер два потому что другой зритель написал и довольно так серьезно обосновал это что в районе Феодосии мол других вариантов быть не может это версия номер три уже на сегодняшний день неважно дело в самой сути что Китай хотел инвестировать и я скажу так что Китай сегодня готов инвестировать в Украину миллиарды долларов готов они очень этого хотят почему потому что им надо здесь закрепиться Украина морская держава они могут морем привозить сюда свои товары и вот она граница с Европейским Союзом почти 2000 километров больше 1000 километров границы с Европейским Союзом железная дорога развита да надо решить вопрос на колесных пар потому что у нас разная колея но кстати Европа в одном из вариантов плана маршала рассматривается вариант перепрошивки нашей колеи но во всяком случае основных магистралей железнодорожных к основным хабам товаротранспортным которые будут создаваться в Украине Украина включена в план развития транспортной инфраструктуры всей Европейского Союза и мы это подписали еще если не ошибаюсь в 18 году там сумма проекта 38 или 39 миллиардов евро по развитию в том числе и скоростные поезда в 5 основных городов Украины там планируется построить так что тут вопрос не в этом вопрос в том что Китай хочет очень хочет инвестировать в Украину и Китай я уже как-то говорил что Китаю было бы может быть видите Китай как тоталитарное государство не хочет лишний раз договариваться с нами зачем мы если Путин сказал что он несет ответственность на он сфера интереса в России это все постсоветское пространство и поэтому Китаю может быть было бы выгодно что а Путин как вассал Пекина постоянно заискивающий перед Си наверняка бы согласился на допустим экономическую экспансию Китая в Украину если бы Украина находилась под юрисдикцией Российской Федерации может быть из-за этого и одна из причин может быть того что Путин действительно пошел войной в попытке завоевать Украину и потом распоряжаться нами на свое усмотрение Хочу задать вопрос доброго дня про работу ПВО по поветренних целях припустим что вертолит потрапляет в зону дии ППО и по нему выпускается ракета что происходит если он опустится на критично низкую высоту таким чином выходячи из зоны видимости радару ракета втратит цель поясните будь ласка как дает система наведения ракеты ПВО на цель после ее пуска дякую слава Украине а тут есть два варианта в зависимости от модификации ракеты которая пущена из системы ПВО потому что есть ракеты которые идут только на подсвеченную цель а современные ракеты имеют двойную головку у них вторая головная часть или вторая система наведения это головка самонаведения то есть радиолокационная станция подсветила цель ракета ее увидела захватила и оператор осуществил пуск все неважно даже если приземлиться вертолет она все равно в него влупит единственное я говорил что после пуска и ракета видит эту цель ей достаточно того что РЛС подсветила цель захват произошел по возможности конечно же для большей гарантии оператор может продолжать подсвечивать эту цель а может уже все уже не подсвечивает дальше головка самонаведения захватила эту цель и ведет ее до победного конца и у пилота есть два варианта ну если это вертолет то один вариант это отстрел тепловых ловушек которые могут отвести ракету в сторону потому что большинство ракет идет в инфракрасном диапазоне а это тепло тепловое излучение вот и у пилота два варианта самолета два варианта отстрел тепловых ловушек и совершение противоракетного маневра для того чтобы оторваться от самой ракеты вот такие вот вот такие вот варианты варианты есть спасение от ракета идет уже самонаведением на ту цель которую она захватила доброго вечера мы из Украины мау до вас два питания первое Словакия согласилась нам передать винищевачи МИГ-29 им за это но виявилось что у 2000-х модернизацию цих винищевач проводила саме Московия еще партнеры НАТО были очень удивлены таким выбором а вопрос так а десь в середине винищевача не забылся GPS трекер от московиков я думаю что нет скорее всего ну смотрите эти самолеты находились на боевом дежурстве воздушного пространства в составе ВВС Словакии и они несли боевое дежурство то есть они совершали вылеты на патрулирование воздушного пространства Словакии поэтому если бы там что-то и было то это уже поверьте давным-давно было бы обнаружено почему потому что весь технический персонал Словацкий они давно эти машины эксплуатируют и не нужда да они тогда отправляли эти машины в Россию их там модернизировали Россия зарабатывала деньги я не думаю что там могло даже если была попытка установки шпионского оборудования то вполне возможно что оно было обнаружено снято и ликвидировано соответствующим соответствующим образом так что нет навряд ли там что-то есть 99,9% что там ничего нет и они эти самолеты чистые в отношении наличия шпионского оборудования типа GPS трекера следующий вопрос Чехия была Чехия была взяла в лизинг на 20 роки выныщивающий вид компании СААП Джаз 39 Гриппен чему мы зараз так уж не можем так само сделать дякую за ответ слава Украине слава ЗСУ перемога за нами так не от нас же зависит а где взять деньги на лизинг раз и второе надо же согласовать это с нашими партнерами основными нашими донорами в плане поставок вооружений мы не можем принять такое самостоятельное решение потому что даже для такого лизинга у нас нет денег плюс вы же не забывайте что это не вопрос одного дня что подписали договор сегодня договор за автосамолеты нет это все та же песня которая сегодня продолжается с Ф-16 это надо обучать персонал это надо готовить техническую базу это надо закупить все оборудование для обслуживания ремонта этих самолетов научить специалистов и только после научить пилотов и только после этого можно брать их на вооружение об этом надо было думать до вторжения во все 8 предыдущих лет которые после 2014 года вот именно об этом надо было думать что будет с авиацией а то у нас так сухопутные войска вроде как имели боевой опыт НАТО нас немножко поднатаскивало а авиация и военно-морской флот или военно-морские силы оказались у нас вообще на уровне Советского Союза вот в этом-то и была огромная проблема подскажите пожалуйста что значит горно-механическая бригада мы воюем в степи где там горы ну во-первых у нас нет механических у нас есть механизированные горно-механизированные у нас механизированные бригады и есть несколько бригад которые имеют приставку горная дело в том что в составе если вы посмотрите на карту Украины то я думаю вы не удивитесь вы знаете что у нас на территории страны есть горы в Крыму горы и на западе Украины это Карпаты горы Крымские горы и Карпатские горы так вот если местность предусматривая если в стране есть ландшафт то естественно должны быть и войска которые обучены особенностям ведения боевых действий в горах они очень отличаются поверьте от тех же боевых действий в степи в городе и так далее поэтому естественно в составе вооруженных сил страны имеются бригады с приставкой горная штурмовая бригада механизированная горная механизированная бригада или с приставкой горная поэтому горы есть в стране значит и бригада должна быть которая умеет и будет и обучена воевать в горах то что сейчас основные боевые действия идут в степи ну что ж этой бригаде приходится воевать и в степи но зато когда зайдем в Крым будем освобождать Крым вот эта бригада будет как раз это будет ее профиль в плане ее боевого применения это будет ее основная это будет ее задача по предназначению введения боевых действий в условиях горной местности крымские горы вот ответ на на ваш вопрос ну и еще один вопрос на сегодняшний день скажите пожалуйста когда штучный интеллект и воинские роботы заменят людей на поле боя просто скажите приблизительно это где-то 2040 год или еще позже спасибо вам за информацию слава Украине ну вот тут два комментария я их тоже зачитаю к вашему к вашему вопросу а потом выскажу свой ну армию клонов торговая федерация обещала поставить через 2-3 дни тысячный сокел будет через месяц и прогресс не стоит в том числе и в оборонном секторе уже сейчас разрабатываются всевозможные боевые роботы дроны и самоходы я вам скажу так что есть самая перспективная технология это рой когда стая дронов осуществляет выполняет задачу по единому плану и замыслу но я не скажу что в 40-й там 50-й год я думаю что окончательно все равно мы человеческий фактор не уберем на 100% из войны без человека войны не будет я думаю что где-нибудь может быть к концу текущего века на поле боя может не быть штурмовой пехоты а ее заменят ее заменят боевые роботы может быть но операторы этих роботов и те кто ими руководит они все равно останутся кстати по поводу искусственного интеллекта скажу вам так что это больше миф раздутый учеными для того чтобы это было все профинансировано и не могли заниматься этим вопросом все равно так называемый искусственный интеллект он основывается на статистических данных и алгоритмах то есть есть алгоритмы и есть вероятность их повторения или их возникновения не может невозможно создать потому что мозг человека это биохимические процессы это построение нейронных сетей и разрушение нейронных сетей пока еще не научились создавать научились нейронные сети строить но разрушать не научились перестраивать тем более не научились вот нет невозможно создать искусственно создать чувства Вот этим отличается человек от искусственного интеллекта, поэтому искусственный интеллект это все равно статистика и алгоритмы. Алгоритмы действий и вероятность их повторения, а это и есть элемент статистики. Поэтому без человеческого фактора все равно не обойтись. Ну что ж, мы на этом с вами вторую часть нашего видео заканчиваем. И у нас остается третья часть, это пожелания, комментарии и приветствия, которые вы сегодня прислали к предыдущим видео. И первый комментарий будет следующий. Из Калининграда, Кёнигсберга. Я люблю, мне нравится, это же историческая земля. Как Путин любит, это же исторические земли. Так вот Калининград это Кёнигсберг, исторический. Слушаю вас каждый день из Калининграда. Скорее бы НАТО нас охватило. Хочется хоть под конец жизни пожить по-человечески без Путина. Вот такой вот хороший комментарий. Успеете, я думаю, что уже с выпиской ордера, успеете вы пожить по-человечески без Путина. Иногда кажется, что все, что происходит, просто сон. Как вообще возможна война в наше время? Зачем вообще эти институты, университеты, когда просто бери оружие и всех убивай? Зачем тратить деньги на содержание всех этих заведений? Почему всем так нравится деградировать в России? Хороший вопрос. Всем быть живыми. Спасибо Вооруженным Силам Украины за защиту не только своей страны, но и нас, европейцев. Франция с вами. Здравствуйте, меня больше всего интересует. А что мы будем делать в случае, если нам удастся совершить наше контрнаступление, вернуть территорию Украины 1991 года? А что дальше? Что-то мне кажется, что РФ не заключит. Мир и война все равно будут продолжаться много лет, пока у нее есть ресурсы и рекруты. Что нам делать в таком случае, если у нас возможность наступать на территорию врага и не будет ли нам это ловушкой? Да и способны ли мы на это, я не уверен. Слишком большие территории для логистики и покрытия всего фронта войсками. Что вы скажете по этому вопросу? Я скажу однозначно и четко, мы выйдем на государственную границу и остановимся. Если к этому времени не будет возможности подписания мирного договора или политического урегулирования нашей войны, то война продолжится, но через государственную границу. И тут мы будем уповать на международные институты. Во-первых, выйдя на государственную границу, любой снаряд прилетит, вот как сейчас обстреливают Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области, мы пока молча терпим, потому что нам надо выйти на всю протяженность границы. А вот когда мы выйдем, тогда мы четко поставим, в том же ООН мы поставим вопрос, да, я понимаю, что она мертвая организация на сегодняшний день, но надо же ее как-то расшевеливать, надо как-то требовать. Мы поставим четко вопрос, что каждый прилетающий снаряд это агрессия, это акт агрессии, это фактически вооруженное нападение на суверенное государство. И если не сработают международные институты, тогда мы можем искать защиты в коллективной безопасности, то есть подписывать договора и заводить иностранные войска на нашу территорию. А можем создав, используя коалицию стран, тот же Рамштайн, допустим, формат, предложить этим 50 странам, их даже больше, чем 50, дать нам миротворческий контингент. Контингент может быть не только ООНовский, но и может быть международный. И поставить этих солдат на границе, на нашей границе, в качестве разделяющих противоборствующие стороны. И посмотрим тогда, как Россия... Но я думаю, что если мы выйдем на границе 1991 года, то никуда ООН не денется, и они будут вынуждены либо ввести секторальные санкции и наложить эмбарго на Россию, до тех пор, пока ее экономика не схлопнется. На все и на вся. Для того, чтобы остановить просто... Вот тогда уже мы будем говорить, что надо срочно остановить кровопролитие, надо прекратить огонь. Тут уже совсем другой будет подход. Другой калинкор, как говорил один киногерой. Дядя Олег, это... Ну, опять, наверное, вы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы думаете, военно-политическое руководство просто так Бахмут удерживает? Или вы думаете, оставив Бахмут, не нужно будет оборонять Константиновку, Часов-Яр, Северск? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Я давно смотрю вас, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы говорите, что мы там жгем резерв, но оставив Бахмут, вы не будете сжечь его за Бахмутом? Знаете, я думаю, заложность с Ирским не дураки. Ну, насчет первого я не сомневаюсь. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Почему вы думаете, что оставив Бахмут, не будете оборонять города за Бахмутом? Будем оборонять. Вот в том-то и дело, что будем оборонять. Просто иногда надо принимать решения в плане целесообразности. Посмотрите на карту, что сегодня в Бахмуте. Нас давят с трех сторон. А Бахмут находится в низине. За Бахмутом есть господствующие высоты. Там оборудован рубеж обороны. Не было бы целесообразным вывести из-под перекрестного огня. Мы же несем потери. Вы это не забывайте. Вспомните, когда был Северодонецк и Лисичанск. Вспомните, что нам объяснял тот же Генеральный штаб. Что лучше выровнять линию фронта. Для того, чтобы не было фланговых ударов. Чтобы не было перекрестного огня. Потому что это уменьшает потери наших войск. Вот я о чем говорю. Я не говорю, что надо все бросить и отступить. Нет, надо защищать. Но защищать надо целесообразностью. Понимаете, когда есть целесообразность, надо защищать. Когда ее нет, надо отходить на безопасные рубежи. И закрепляться. И чтобы противник начинал все сначала. Находясь на господствующих высотах, они будут штурмовать снизу вверх. А мы сверху вниз будем их лупить. Вот в чем особенность. Вот что я имел в виду. А не то, что давайте бросим Бахмут, бросим Константиновку, Часов-Яр и все остальное. Нет. Но ситуация, посмотрите на карту. И здраво подумайте, как сложилась ситуация сегодня вокруг Бахмута. Эта кишка вам ничего не напоминает? Мы уже имеем такой печальный опыт. Олег, как вы считаете, может ли Пакистан поставить танки Т-80 Украине, которые Украина предоставила Пакистану в 1993-1997 годах? Нет. В 1997-1999 годах были поставлены пакистанский контракт. 320 танков Т-80 УД. И может ли КНР надавить на премьер-министра Пакистана? Спасибо, если вы прочитаете мой комментарий. Также хотел добавить, что некоторые СМИ пишут о том, что Пакистан планирует поставить Украине 40 танков Т-80 в обмен на экономические инвестиции со стороны Запада. Так как в Пакистане идет экономический кризис. Я не думаю, что Китай сегодня способен давить на Пакистан. Но Пакистан давно принял решение. И, кстати, Пакистан поставляет нам боеприпасы. Боеприпасы к советским образцам вооружения. Так что никто не будет давить на Пакистан. И судя по тому, что они действительно анонсируют, что они готовы передать нам 40 танков, я думаю, что наши западные партнеры согласятся проинвестировать некоторые или может дать какие-то кредиты льготные для самого Пакистана, для того, чтобы помочь ему выйти из экономического кризиса. Так что вполне вероятно, что мы увидим эти танки у нас на поле боя. Я наполовину русская, отец русский, мать украинка. Я родилась и выросла в Украине. И счастлива этим. Училась и получила диплом о среднем образовании в русской школе в Украине. Институт, украинский диплом. Два языка родные. Люблю Украину до нестяны. Отца уже давно нет. Наверное, переворачивается от всего происходящего. Хочу сказать всей русне, сгиньте, у вас у всех лоботомия. Такое впечатление, что всем русским при рождении сделали вмешательство в мозг. Это немыслимо, чтобы вся русня имела рак мозга. Это от алкоголя, который пропитал тело и мозги и российской великой нации. Алкашня, недоразвитая, изолировать русню надо от нормальных людей. Украина понад усе. Мы выстояем. Мы сможем оподолать расизм. С четвертого дня войны я и мой человек волонтеры. Допомагаемо беженцам и гуманитаркам в Украину. Слава Украине и всем защитникам. Полеглим вечно память. Вот такие вот комментарии. Неправильный ордер. Он должен быть за преступления не только против детей, а вообще против всех людей Украины. Сердце разрывается от мысли, что все погибшие никогда не увидят новую, возрожденную после войны Украину. Никогда снова не увидят ясное голубое небо. Никогда не воплотят свои мечты, планы. В их жизни больше не будет ничего. Слава Украине и ее героическим жителям. Автор здесь очень тонко подметил. Лидер КНР будет встречаться с официально признанным военным преступником. Плевать уже на реакцию российского МИДа. Шлейф или клеймо военного преступника. Это уже навсегда. И по жизни. И если Китай все-таки помогал РФ вооружениям, и после этого будет примерять на себя роль миротворца, то у Украины на этих переговорах есть смысл мягко послать этих восточных миротворцев, приторговавших оружием с агрессором. И все это всплывает перед началом визита СИ в Российскую Федерацию. И телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мда. СИ сильно вляпался в кучеру перед началом визита. Переговоры с военным преступником и поставки оружия стране-агрессору сильно подмочат репутацию восточного миротворца. Президент Украины Владимир Зеленский сделает необходимые выводы из полученной информации и определит свою позицию и позицию всего народа Украины в этом переговорном процессе. Был вопрос по ЧВК Вагнера к Олегу по вопросу ее снабжения. Так вот, кто должен, не должен их снабжать? Это второй вопрос. А главное в том, что по закону Российской Федерации это образование считается незаконным. Своего рода бандформирование. Да, вы абсолютно правы. Российское законодательство не предусматривает наличие в стране частных военных компаний. Так что эти формирования вне закона. Они не комбатанты. И они действительно относятся к категории незаконных вооруженных формирований. Они настоящие наемники. Ну что ж, вот на такой оптимистичной волне мы с вами закончим сегодняшнее видео по оперативной обстановке. Я еще раз приглашаю подписаться тех, кто не подписан. Не проходите мимо. Поставьте, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале. Огромное... Также не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео. Ну а мы с вами продолжим у ВИР этой Збройной Силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине. Продолжение следует...